Успех сирийской армии российских ВКС на севере провинции Алеппо приветствует во всех уголках страны. Но больше всего этой победы ждали беженцы из городков Захра и Нубаль, что живут сейчас в пригороде Дамаска. Три года они ждали, когда будет снята блокада с их родных поселений. Теперь собираются вернуться домой к своим друзьям и близким. Вот один из героев, который подарил нам эту победу. Ум Ахмад показывает фото своего мужа. Он три года защищал свой родной городок Захра на севере Алеппо, но не увидел то, ради чего воевал. Хотел, чтобы родные и близкие смогли вернуться домой и жить спокойно. Накануне снятия блокады мужчина погиб. Дорога на Нубаль и Захра уже безопасна. Мы завтра вернемся в свои дома, восстановим сельское хозяйство и будем жить как прежде. С момента освобождения поселений Захра и Нубаль не прошло и трех суток, но беженцы в пригороде Дамаска уже собираются в дорогу. Для сотен людей возможность вернуться – это личная маленькая победа в войне с терроризмом. Спасибо России! Огромное спасибо! За то, что помогли раскрыть блокаду и вернуться домой. Спасибо, Россия! Надпись на этом плакате гласит «Решительные люди! Вместе победим!» Его повесили сами местные жители этого пригорода Дамаска. И он как нельзя лучше отражает их отношение к терроризму. В это же время на границе провинции Алеппо с Турцией другие беженцы – жены и дети террористов. В своих бедах они винят российских летчиков. Сейчас плачут, но еще месяц назад смеялись над осажденными жителями Захра и Нубаль. Нет, это не мирные жители. Это ИГИЛ и их семьи. Это враги Господа Бога. Пусть бегут к своему Эрдогану. Это он их натравил на нас. Он их вооружил. Пусть забирает своих террористов. Но в этом потоке есть и те, кто никогда не поддерживал боевиков. Они хотели дождаться сирийскую армию в своих городах и поселках, но им не разрешили. Террористы из Пакистана, Афганистана, Чечни, Саудии насильно загоняют жителей соседних с нашими городами поселений в сторону границы. Жители Захра и Нубаль рвутся туда, где еще вчера рвались мины. Больше всего они хотят обнять и поблагодарить своих мужчин, что смогли отстоять родные города. Желание подкрепляется и возможностью. Это один из первых автобусов, который уже завтра готов отвезти часть вынужденных беженцев в свои дома. На его госномере по-арабски написано «Халеб», что в переводе означает «провинция Алеппо». Многие еще не знают, что случилось с их домами за долгих три года блокады. Есть ли в городе вода и электричество? Как далеко отброшены боевики? Но эти вопросы их беспокоят мало. В этом пригороде Дамаска нет и намека на гуманитарную катастрофу. На прилавках овощи, фрукты все самое необходимое. Также это место абсолютно безопасно с точки зрения военной. Мины террористов сюда не прилетают. Тем не менее, уже сотни вынужденных беженцев из населенных пунктов Нуболь и Эс-Захра готовы вернуться к себе домой, потому что там их ждут семьи. Алексей Репин, Александр Кирпичонок, Артур Кибеков, LifeNews, Сирия.